Начало года для курганских тэквондистов выдалось не очень приятным. Из-за ветхого состояния зала, который находится в здании бани, расположенной по улице Коли Меготина 150, чуть было его не лишились. Зал подремонтировали и закрепили за федерацией, благодаря активным помощникам. Сейчас здесь занимаются олимпийским видом спорта около 300 ребятишек. Всё это решилось именно в конце лета, благодаря усилиям родителей, благодаря помощи областной администрации в лице заместительного губернатора Калугины Марины Александровны, благодаря Шумкову Вадиму Олеговичу, благодаря городской администрации в лице Симонова Евгения Львовича. С начала учебного года тренеры решили проверить у ребят успеваемость в школе. Насчёт дневников прошёл у нас судейский тренерский совет такой, и по просьбе некоторых родителей, что именно была присутствовала дисциплина. Потому что как мы идём, и на детей идёт, это чуть-чуть подавляет. Но не с той стороны, что подавляет очень сильно, что дети дрожат. А вот тогда, можно сказать, похвастались, пришли тренерам, что вот мы учимся неплохо. Родители такое нововведение только приветствуют. Говорят, проверка дневников положительно отразится на детях. Ребёнка дисциплинирует, стимул и к учёбе, и к спорту будут стараться. Как бы двойки не получают, но всё равно смотрят, что другие отжимаются, а если получили плохие отметки, то есть как бы всё равно стимул. Сами воспитанники к проверке также отнеслись с пониманием. Почему бы и нет? То есть тренер должен проверять тебя, смотреть, как ты учишься, вообще поведение смотреть, то есть какой ты не на тренировке, а вообще в жизни. Если что-то происходит, то могут подсказать тренера, что-нибудь посоветовать, если что-нибудь произойдёт, помочь. Впереди будущих олимпийских чемпионов ждёт первенство «Юность России», которое пройдёт в Челябинске с 1 по 3 октября. А пока усиленные тренировки и хорошие оценки в дневнике. Михаил Алимов, Александр Мечиков, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45».